Техническое описание кода неисправности OBD2 – цепь датчика давления топлива после обработки выхлопных газов, что это обозначает? Этот диагностический код неисправности – DTS – является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD2. С 1996 года выпуска – это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Mercedes-Benz, Mitsubishi и т.д. Несмотря на то, что они являются общими, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии. Сохраненный код P20DD в автомобиле с дизельным двигателем означает, что модуль управления силовой трансмиссией PSM обнаружил неправильное напряжение в цепи датчика давления топлива для системы последующей обработки отработавших газов, система дополнительной обработки выхлопных газов, также называемая системой селективного восстановления катализатора, используется для улучшения возможностей каталитической системы выхлопных газов. Он может состоять из одного или нескольких из этих элементов, дизельный катализатор окисления, дизельный сажевый фильтр, система впрыска восстановителя, катализатор проскока аммиака и ловушка оксида азота, NOX. Система впрыска восстановителя обычно состоит из, по меньшей мере, одного инжектора восстановителя, резервуара для хранения топлива восстановителя и линии подачи топлива восстановителя высокого давления. Электронный насос высокого давления обычно расположен в баке или в линии подачи топлива, датчик давления топлива EAS позволяет контроллеру системы контролировать давление системы, когда насос подачи активирован, именно в этой схеме была обнаружена неисправность при сохранении кода P20DD. Помимо прочего, системы последующей обработки выхлопных газов EAS отвечают за впрыск восстановительного соединения, выхлопной жидкости дизельного топлива DF, выхлопные газы перед сажевым фильтром, ловушкой для NOX или каталитическим нейтрализатором через автоматическое хранение жидкости, и система впрыска, точно синхронизированные инъекции DF повышают температуру различных фильтрующих элементов и позволяют им работать более эффективно. Введение DF в каталитическую систему продлевает срок службы фильтрующего элемента и позволяет выбросить меньше вредных выхлопных газов в атмосферу, EAS и каталитические системы контролируются и контролируются либо PSM, либо автономным контроллером, который взаимодействует с PSM, контроллер контролирует давление в системе впрыска восстановителя, датчики O2, NOX и температуры выхлопных газов, а также другие входы, чтобы определить подходящее время для впрыска DF восстановителя. Если PSM обнаруживает неправильное напряжение в цепи датчика давления топлива EAS, будет сохранен код P20DD и может загореться индикатор неисправности. Какова серьезность этого кода неисправности? Сохраненный код P20DD следует считать строгим и адресованным как можно быстрее системы EAS может быть повреждена в результате условий, которые способствовали сохранению кода P20DD. Каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы кода неисправности P20DD могут включать в себя, снижение производительности двигателя, чрезмерный черный дым от выхлопных газов автомобиля, снижение эффективности использования топлива. Другие коды EAS, SSR, каковы некоторые из распространенных причин кода? Причинами этого кода могут быть, неисправный датчик давления топлива EAS, плохой EAS топливный насос, обрыв или короткое замыкание в цепи датчика давления топлива EAS, плохой контроллер EAS, PSM или ошибка программирования, какие шаги по устранению неполадок P20DD. Для диагностики кода P20DD потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и источник специальной диагностической информации автомобиля, поиск билетеня технической службы, TSB, который соответствует году выпуска, марке и модели автомобиля, а также размер двигателя. Хранимый код, с и выставленные симптомы могут дать полезную диагностическую информацию. Мне нравится начинать диагностику с визуального осмотра жгутов проводов и разъемов EAS, сгоревшая или поврежденная проводка и, или разъемы должны быть отремонтированы или заменены. Прежде чем продолжить, я хотел бы продолжить, подключив сканер к диагностическому разъему автомобиля и восстановив все сохраненные коды и соответствующие данные стоп-кадра. Рассмотрите возможность записи этой информации перед очисткой кодов, протестируйте автомобиль, пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен. Если PSM входит в режим готовности в это время, код прерывается и может быть намного сложнее диагностировать, если это так. Условия, которые способствовали сохранению кода, могут ухудшиться, прежде чем будет поставлен точный диагноз. Если код будет немедленно сброшен, для выполнения следующего шага диагностики вам потребуется выполнить поиск источника информации о своем транспортном средстве, чтобы получить диагностический блок схемы, схемы контактов разъема, виды лицевого разъема, а также процедуры и спецификации тестирования компонентов. Используйте DVO-M для проверки падения напряжения на всех участках системы подачи топлива ЕС, продолжите, проверив подачу питания на систему управления ЕС, проверяйте плавкие предохранители с загруженной цепью, чтобы избежать ошибочного диагноза. Если все системные предохранители не повреждены, используйте DVO-M для проверки датчика давления топлива ЕС и его цепей, если какой-либо из этих компонентов не соответствует спецификациям производителя, подозревайте, что он неисправен. Не забывайте о заземлении при падении напряжения.